в этом видео я хочу поговорить о полиморфизме полиморфизм это возможность класса выступать программе в роли любого из своих предков несмотря на то что в нем может быть изменена реализация любого из методов предка изменить работу любого из методов унаследованных от класса предка класс потомок может описав новый метод с точно таким же именем и параметрами это называется переопределением метода по-английски override при вызове такого метода для объекта класса потомка будет выполнена новая реализация этого метода давайте это рассмотрим на нашем примере пусть к примеру в классе пума мы хотим сделать так чтобы пума говорила не так как кошка ведь пума не мяукает кошка у нас при вызове метода ток говорит мяу пума же при вызове метода ток должна говорить должна рычать для этого нам нужно переопределить метод ток предка пума класса кат это делается следующим способом записывается точно такой же метод как и в методе кат public void ток мы переопределим пока метод без параметров и здесь давайте скопируем его содержимое ну выведем теперь вместо мяу выведем р рычание и теперь в main activity давайте создадим помимо кота васьки еще пуму пусть багиру и присвоить new puma и далее для багиры мы тоже вы вызовем метод ток давайте запустим программу и посмотрим что у нас получится давайте откроем лог кат и здесь отображается вот такой вот текст как вы видите пуме тоже было присвоено имя джон до и значение возраста минус один это произошло потому что что если в классе не описан ни один конструктор для него автоматически создается конструктор по умолчанию этот конструктор не имеет параметров и все что он делает это он вызывает конструктор без параметров класса предка то есть так как мы не создали конструктор классе пума то вызывается конструктор по умолчанию при создании объекта. И этот конструктор вызывает конструктор без параметров класса предка. А в этом конструкторе вот такого вида присваивается имя John Doe и значение возраста минус один. Поэтому это и произошло. Для пумы также вызвался конструктор по умолчанию, но класса предка. Давайте перейдем в MainActivity и сделаем следующее. Наша пума в то же время является и кошкой. В этом суть наследования, что кошка может быть домашней кошкой, может быть пумой, может быть львом. То есть мы можем сделать несколько наследников для класса кошка. В данном случае у нас пока один наследник, это класс пума. Поэтому мы можем утверждать, что пума также является кошкой. И мы можем переменной класса предка, в данном случае класса cat, присвоить объект любого его наследника. То есть мы можем сделать вот что. Сделать вот так. Cat пусть будет пума. И присвоить переменной класса cat новый объект класса пума. И теперь, если мы для этой переменной класса пума вызовем метод talk, давайте посмотрим, что произойдет. Итак, последние три строчки. Первая. Мяу. Май нейм. Это для Васьки вызвался метод talk. Вторая. Для багиры. И третья строчка для cat выдала r. То есть переменной класса cat мы присвоили объект класса пума. Именно для объекта вызвался переопределенный метод talk класса пума. Это называется полиморфизмом. Возможность присваивания переменной класса предка любого объекта класса наследника и вызов переопределенных методов. То есть, если мы, к примеру, создадим еще класс lion, лев. И унаследуемся опять же от кошки. И переопределим метод talk. Давайте здесь еще напишем I'm puma. Точнее, I'm lion для льва. Чтобы мы понимали, что это лев говорит, здесь мы давайте также напишем I'm puma. И в cat мы напишем I'm cat. И в main activity давайте создадим cat murzik. Присвоить new lion. Мурзик у нас будет львом. И дальше мурзик ток. Давайте посмотрим, что произойдет. И четыре последних строки в локкате. Для Васьки выявилась Miao I'm cat. Тут переменная класса cat. И ей присваивается объект класса cat. Ничего странного. Далее, для Багиры выявилась I'm puma. Тут тоже все в порядке. Классу puma. Переменная puma присваивается new puma. А здесь переменная класса cat. То есть класса предка. Присваивается объект класса наследника. То есть puma. И метод talk вызывается уже переопределенный для объекта наследника. То есть вызывается метод не по переменной, а по объекту. И здесь пишется I'm puma. Точно так же здесь переменная класса cat.murzik присваивается объект класса lion. Объект наследника. И здесь вызывается переопределенный метод. Метод объекта, а не метод переменной. В этом суть полиморфизма.